здравствуйте мои друзья сейчас на улице холодно промозгло и так хочется съесть тарелку горячего супа и сегодня мы с вами приготовим очень вкусный овощной суп с сырными клёцками готовится он очень просто и получается таким вкусным для супа нам нужно одну маленькую луковицу нарезать мелким кубиком пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео в кастрюле с толстым дном в ней мы будем варить суп разогреваем две столовые ложки растительного масла у меня оливковое и пассеруем на среднем огне лук до прозрачности также мелким кубиком нарезаем одну морковку тоже отправляем в кастрюлю к луку и пассеруем также нам понадобится 1 болгарский перчик вообще прелесть этого супа в том что можно добавлять любые овощи перчик мы тоже нарезаем маленьким кубиком друзья мои если вам нравится видео ставьте лайк это поможет продвижению видео его увидит больше количество зрителей еще у меня два маленьких кабачка я их даже не чистила нарезаем маленьким кубиком отправляем в кастрюлю и специи я добавляю чайную ложку красной паприки чайную ложку сухого чеснока и пол чайной ложки карри вы можете добавить любые специи какие вам нравятся пока специи с овощами прогреваются мы натираем на терке два небольших помидора отправляем их в кастрюлю если у вас нет свежих помидорчиков можно добавить томатную пасту или консервированные помидоры пока наши овощи тушатся мы нарезаем маленьким кубиком 3 небольших картофеля и отправляем тоже в кастрюлю на это количество продуктов я наливаю два с половиной литра горячей воды чтобы она быстрее закипела нужно посолить поперчить по вкусу и варим суп до готовности картофеля картофель должен стать мягким пока варится наш картофель мы готовим тесто для клеток нам понадобится 2 яйца 4 столовые ложки молока щепотка соли количество соли зависит от того насколько соленый у вас сыр также мы добавляем стакан это объемом 250 миллилитров муки это примерно 150 грамм и 100 грамм натертого на терке сыра у меня моцарелла и просто ложкой все перемешиваем вот такое тесто у нас получается для клеток картофель на сварился он мягкий и теперь мы будем готовить клетки обмакиваем чайную ложку в суп и набираем примерно 3 чайные ложки тесто и у нас получаются вот такие замечательные клетки они прекрасно соскальзывают с ложки так как ложка обмакивается в суп после того как клетки всплывут добавляем мелко нарезанную зелень у меня петрушка я еще добавляю лавровый лист и два кубика итальянских замороженных травок так что у нас будет такой суп а алями не стройные только вместо пасты у нас будут клетки варим пять минут после того как клетки всплыли после чего выключаем огонь накрываем крышкой и даем супу настояться 10 минут суп у нас настоялся сейчас мы его будем наливать тарелку и пробовать вы не представляете какой вкусный стоит аромат такой аппетитный подавать суп можно с мелко нарезанной зеленью свежей и со сметаной я сейчас хочу разрезать клетку чтобы вы посмотрели как она смотрится в разрезе вы видите как тянется сыр пробуем друзья мои клетки нежнейшие а суп он такой ароматный он такой яркий самый раз дождливый или пасмурный день съесть тарелку вот этого цветного вкуснейшего овощного супа